И она пылесосит, наклоняясь, присаживаясь, всё. Это всё ровно, красиво. Таня, как ты просила, мы сделали очень серьёзную зарядку. Мы свободны, всё. А у меня зарядка простая, я делаю вот эти упражнения, вот эти. Тихо, тихо. Да, какие-то. Вот эти вот развилочки. Балакучих, невгомовных, знову выгонять на их диваны, потому что в нашей студии появляется фахівец, который наконец принесет в студию сало. Диетолог Борис Скачко. Но этим салом мы не будем готовить Чемляева. Что? Мы его снова не будем ехать? Будем. Добрый день. Боря, конечно. Да, да, да. Вы посмотрите на них, что делать. У нас серьёзная тема. Да. Вы начали башкотовать, у нас даже звонки прекратились. У нас серьёзная людина сидит, диетолог, постоянный эксперт нашей программы. Он ответит абсолютно на все ваши вопросы. 4-8-3-4-4-2-0, используйтесь этим бесплатным моментом. Правильно? Конечно. Давайте так, если сало появилось, я хочу начать с этого. Как можно за помощью сала позвучиться целлюлитом? Очень просто. Мы сейчас будем готовить, есть такая хорошая наука, называется гомеопатия. Я сегодня диетолог-гомеопат. Гомеопатия, основной принцип, подобное лечится подобным. Ага. Вот. У меня есть. Рано. Но в гомеопатии используют гомеопатические разведения. Самое сложное было выбрать тут примерно килограмм сала. Ну, примерно килограмм. Вот. Самое сложное было выбрать большой кусок, 10 килограмм сала. И бить ним щитом? Нет, не бить. Его нужно потенцировать. Его нужно было потрясти. Ну, помассировать, скажем так. Дальше с этого куска, это первое разведение гомеопатическое я уже сделал. Зачекайте, вы его трясли? Конечно. Вы за него платили гроши, а потом вы еще его трясли? Нет, я до того потряс его. Вот, инсировал. Потом взял. Теперь из этого куска нужно взять 10-ю часть. Да. И мы получим второе разведение. А работает только третье. Поэтому... Вы понимаете, про что он говорит? Что это? Как потрясирует? Как потрясирует? Показываю на пальцах. Но если бы я не знала, что Скачко действительно профессионал, действительно он знавец, действительно он эксперт в праве диетологии, а так бы я подумала, что он сегодня переквалифицировался на Чигляева и жартует. Только мовчить. Я сейчас не верю. Я хочу подавиться на все. Они слина течет. Берем самую ценную часть, то из-за чего сало входило в профилактические, ну в лечебные пайки у руководства Советского Союза. Самая ценная часть под шкуркой. То есть примерно тут где-то 100 грамм. Это уже второе разведение. Теперь его нужно 9 раз потрясти. Серьезно 9 раз? Да, ну гомеопаты, они так статусируют. Ну серьезно трясутся, но вот так, как вы. Нет, нормально, нормально. А дальше отсюда берется 10-я часть. Да, это уже Чигляево хайпиде. Да. И вот это вот как раз однократная доза. А я знаю, что трясется. Можно сало? Вот так вот берете и скажете. Кума, хиба це сало? Хиба це сало, вы его есть и не будете. Так 9 раз. Да. Так 9 раз. И вот теперь можно еще один кусок отрезать, накормить второго ведущего. Так зачитайте, споживати всередину? Мы не будем ним маститись? Конечно, конечно. Мы будем маститись, но в середине. Серйозная вещь. В чем суть? Смотрите. Щодня споживати такие вещи? Конечно. Почему? Женкам? Да. Почему? У женщин просто то, что звучало в начале передачи, немножко бы вы просумируете все, что было. Давайте. Гормонально не мотивированная женская печень, она просто плохо очищает кровь. И в целлюлит накапливается то, что печень не смогла вывести. Все, что есть в окружающей среде, в продуктах питания. А сало – это самая мягкая желчегонная нагрузка, которая включает ту же печень. Выводить. И когда мы намазали каким-то кремом, разогрели кожу кремом, обвертыванием, тоже согрели. Там не столько выделение идет через кожу, потому что потовые железы, они не выводят то, что нужно выведить сало. Ты бачишь? Согреть. Можно отправить женщину, безусловно, если ей хватает сил, побегать на стадионе, позаниматься спортом. Но самый лучший вариант, чтобы одновременно и эндокринную систему… Ну, замечательно, тебе же сало есть. Порегулировать, да. Утром, как аперитив, и вечером на десерт, то, о чем Чигляев говорил. Зачекайте, сало есть дважды на день? Нет, не сало использую. Тут я про секс. А мы сам не зрозумим про что виноват. Он, как аперитив, сало можно вот такими порциями, даже можно меньше. У нас такие рецепты, которые вымаляются, то есть сранку, с вечера секс, потом про то, что сказала Людмила Оксентева, там какие-то процедуры. А если хватает сил, то садим. И в середине дня еще сало. Тобто, я вчера подслухала разговоры двух женщин в роздягальне, и она каже, зараз пойду на тренувание, вот тут наросло, але так хочу сало, и пойду себе не відмовлю. Тобто, вона права? Конечно, конечно. А самая лучшая массаж живота, как вы думаете? Чигляев предложил. Или секс, или смех. И вот этот массаж. Ну, тогда у него такой большой живет. Это мышцы. Он редко анекдоты рассказывает на себя. Чуешь? То есть, он только занимается сексом, а анекдоты став меньше. Это наемность для сала, для пирожков. Семья зато. Гастрономический мусор убрать надо, потому что то, что человек съел, там ту же колбаску ненатуральную. Кроме сала желчогинное, я вегетарианка, ну незможен. Ну, растительные масла, это хуже вариант. Ну, пожалуйста, тоже кукурузная, тоже подсолнечная, тоже оливковая, тоже льняное масло. Кстати, льняное масло больше вводит. Оно где-то на уровне с салом по выведению. Чайная ложечка? Да, чайная ложка вместе с едой. Не нужно давать интервал. Щедня? Да. Каждое утро несколько раз в день. До речи, Лолита зазнается, что она тримает саловую диету для того, чтобы всхуднути. Да, да. Как бачимо, результат тут такой не особливый. Вопрос в чем объем? То есть продукт вкусный и хочется вот съел один кусочек, хочется повторить еще и еще. Вот здесь возникает проблема, кажется, переел, калорий тут достаточно много, 9 килокалорий на 1 грамм, то есть тут есть что накопить. Ну, а в нам есть кого послухать, окрім гостей, которые приходят до нас постоянно в студию? И окрім Чигляева, которые постоянно смеются. Здравствуйте, я хочу сказать быстро, лаконично постараюсь. А как вы? Я хочу сказать большой комплимент в адрес Чигляева и его привести в пример к теме этой передачи. Потому что, так как он прекрасно сейчас выглядит, и видно, что и влюблен, и хорошее настроение, я думаю, что это самый главный залог антицеллюлитной программы, понимаете? Красота, танечка, неизменно красивая, спорт, хорошее настроение, правильное питание. Дякую вам, Дмитрия. Ну, что может быть лучше? Йена, может быть, этой женщине отдаем подарок? Да. Благополучие и всем, кто смотрит эту программу. Я очень благодарю вам, давайте так. Конечно, кто-то из нас виноват в том, что мы любим лестащи, но это не лестащи, мы понимаем абсолютно вашу щирость. И мы хотим вам отдать подарок, потому что Чигляев сегодня у нас решает, кому, а, конечно, вы его так похвалили. То машинка для стрижки волосся от торговой марки Сатурн, конечно, достается вам. А я бы отдал Наталье из Львова, у которой четыре дитини, и она порадила для того, чтобы позбаться. Борис, рассудите нас тогда. Четыре дитини? Три дитини? Вы понимаете, в мужской праздник пальмам перецы нужно сюда отдавать мнение женщинам. Вот решите вы дальше. Да, да, да. Доброе, я не дочекаюсь к концу программы. Боже, я не отвечаю. А, интрига! Борис, давайте так, у нас есть такие национальные продукты, про него в последний час говорить, много мы сьогодни уже способов назвали. Есть такие продукты, как мелиса. Вона растет крысь. И говорят, что вона очень хорошая от целлюлита. Вы понимаете, если наружная, она просто, там много эфирных масел, они улучшают периферическое кровообращение. Действительно, ну, жировые клетки там будут лучше рассасываться. Внутри не нужно, почему? Потому что мелиса, она тормозит нервную систему. А для того, чтобы разгонять целлюлит, нужно как раз пить кофе. Нужно какие-то мягкие тоники пить. Кабу пить? Каба тоже помогает? Конечно, оно разогревает обмен веществ. Чай, кофе. Ну, водка, она больше расслабляет. У герок, водка, черный хлеб? Тут скорее нет. А, Татаня, помнишь, исследование, когда женщины пили мелису, а тем не менее, сбывались целлюлиты? Без 55% республикантов. Вы же рекомендуете такие простые рецепты, как просто укропом заварив и все пьешь. Знаете, кому это нужно? То есть мелиса – это родственник хмеля, шалфея. Она решает гормональную систему для женщин одиноких, скажем так. Когда нет гармонии в семье, вот она влияет на эндокринговую систему. У всех учеников на веру. А это, в принципе, гармонизирует где-то гормональные обмены у женщин, ну, немножко лучше работает у нее печень. Вот за счет этого может что-то, конечно, и произойти. Но для активации обмена веществ мелиса против, потому что она тормозит, она успокоен. Ну, нет, ну, одна. Ну, ладно, ну, выпила мелису и спокойно проспала ночь. Ну, вот, с открытой форточкой. И никто не в легче, не залетел. Борис, мы можем сказать сейчас, что, в принципе, треба достатньо просто правильно харчуватись и треба забути про слово диета, потому что, ну, диета – это для кого? Для хворих людей. А сейчас просто правильное харчувание. Совершенно верно. Диета – это сбалансированное питание. То есть нужно просто питаться регулярно, питаться небольшими порциями, питаться смешанной пищей и стараться не вносить, или поменьше вносить в организм гастрономический мусор, потому что он всегда будет ложиться в целлюлит, ему всегда есть куда-лить. А что такое гастрономический мусор? Ну, это пища, которая ненатуральна, которая, ну, слишком красива, слишком ароматна, слишком вкусная. Как правило, ну, эти продукты, туда добавлено просто химические кислоты вещества, которые, ну, потребителю скрашивают где-то жизнь, да, где-то эндокринная система угомонится, но в целлюлит... И теперь с новым смаком. Не любите красиво, у нас есть телефонный дзвенок, доброго ранка, мы вас слушаем, мы дякуем, что нам додзвонились. Доброго ранка. Алло, доброго ранку. Звідки вы як вас звучите? Доброго ранку. Я вітаю усіх наших захисників із святом армії, так? Але це чоловічий свято. Здоров'я, здоров'я, щоб хватило для нас здоров'я, їхнього терпіння їхнього, ну, і для наших закупів, їхніх статків. Так, молодшинка. Спасибо. И хочу побажати всім нашим джинкам гарно выглядати в такому віці, як виглядаю я. У мене четверо дітей, і я вважаю, що найкращим засобом від целлюліту є чашечка хорошей львівської кави вранці. Молодшинка. Потім холодний душ і залишками цієї кави на проблемних місцях, так, розтерти добре, і на роботу, і з роботи обов'язково велосипедна їзда. Молодшиновий. Гена, ти хотів віддати львів'янці? Давай так, останній дзвінок отримує у нас наш подарунок від Ситурна. Четверо дітей, і там було четверо. Останній дзвінок, мені чим подобався другий дзвінок від пані Наталі, що вона запропонувала саме народжувати дітей для того, щоб позбуватися целлюліту. Є, ну давай, хочеш, давай, другий дзвінок тоді. Другий дзвінок, це у нас була Наталія зі Львова, і вона сказала, отримуємо емоції від дітей, все, боже, я сьогодні якось, я всім хотів віддавати. Крім емоцій, вона ще й фізіологічну базу підвела, що молоко... Покажіть подарунок, жінку целлюліту, це правда? А от той жінок, це класний, класний. Бачиш, це і виявляється, це і правда. Можна і наружно робити, можна ванну робити, гарячий молочний, можна і внутрь. Тобто пані Наталі ще й була права, вона це собі не придумала. Але мені здається, що Валерію не можна давати цей предмет, бо він може зістріти... Молоко з кавою? Боже, у нас сьогодні гнать якісь такі рецепти, жінки намагаються, як воно зіжикаєте, Борисе. Але ж кажуть, дорослим людям взагалі молоко краще не споживати, бо у нас немає тієї речвини, яка перетравлює його. Ну, якщо є дисбактеріоз, то, звісно, молочні продукти складніше переварюються. Але якщо ми молоко, допустим, використовуємо з кофі, кофі може працювати як аперитив, улучшає пищеварення. Молоко переварюється. Якщо ми молоко п'ємо в чистому віде, так, воно слабий сокогонний продукт. Але якщо ми вспомним, що є ще пряності, які ми в це молоко можемо, скажімо так, внести і змінити вкус. Мєд хуже, мєд тормозит в житті пищеварення. Тому пряності якісь. А чай? Що про мєд? Скажіть, я його зараз дуже багато їм. І що він нагальмує? Нет, якщо мєд з молоком, мєд – це сладость. А в молокі є білки. Сладость в житті не вариться, тому мєд з молоком чаще уйдет в кишечник на гниєнні. Тому, якщо ви випили молоко, воно пішло пищеварення, питання, на десерт, будь ласка, з'їжджайте. Борис, скористуюсь моментом, що ви у нас тут про целлюлит. В місті немає. Ні, в місті немає. Скористуюсь тим, що ми поговорили з вами про целлюлит, скористуюсь тим, що у нас гарний експерт. Зараз всі наприкінці лютого відчувають себе якось дуже втомленими. Якась така апатія. Щоб нам поїсти такого, окрім шоколаду, і посміятися з чогляєвим, щоб якось воно легше переносити життя. І ще й не поповнішити. Самий простой продукт – це винегрет. Можете, в житкий варіант, український борщ, тільки трохи жира. Много жира не треба. Зараз, тому що там дуже багато микроелементів. А в винегрет, що там таке? Понимаєте, що таке усталость? Організм працює, працюють білки, активують білки, вітаміни і мікроелементи. От якщо вітамінов, мікроелементів не вистачає, білки тормозять, вони роблять білно. Так а в винегреті, що там багато мікроелементів, багато вітаміни? Порція 400... А краще робити з картоплею чи з фасолою? Можна і з тим, і з другим, але, скажімо так, картошки менше, тому що це не найбільшовий продукт питання, а фасоль можна більше, якщо добре переварюється. От бачите, не даремо червону, червону краще к фасолю, не даремно картоплю я не їм. Не їм після шостої, так. Шосто, десять, не їм. Ні, не їм. Піду поп'ю борща. Так, ну що, відповідь Тані, а відповідь нашому глядачу, чи десь, чи ні. А ми п'ємо вухами зранку пісні з ваших телефонних дзвінків. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Українські поетичники. Доброго ранку, людина замислася. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Такий єдар поетичний. Здравствуйте, мене звати Лиля, я живу в Харківській області. У мене такий питання до дієтологу. Діло в тому, що багато спеціалісти вважають кушати через три часи, а ніякі при з'явлінні, ну, коли захочеться кушати, так як правильно питатися? Через три часи строго, або коли захочеться п'їти? Що півночі, коли захотілося їсти і холодильник запити? Мені здається краще, коли за три години тобі хочеться їсти. В чому фокус? Просто печень фильтрує кров в постоянному режимі, і за три-чотири часа заполняє желчний пузырь. Фільтровать дальше нікуди. Якщо пошла еда, то йдет физіологічний зброс жёлчі, печень опять очищає кров, в тому числі від того, що вийшло із жирової ткани, із ціллюлита. Хоча, в принципі, ціллюлит – це неправильне поняття. Тобто за часу передачі, я думаю, що... Боже, ще зараз революція в кінці. Не вивіла печень. І назбирала? Да, набрала, потім в конце конців вона переєла, отравилась, переродилась, і вот тепер стало вот такий. І, звісно, треба вбирати все це дело. А якщо хірургічно? Ну, хірургічно, за кожной клеточкою ми не побігаємо. А це лимодістрофія? Да, совершенно верно. А ціллюлит – це коли розплавлено? Да, це хірургу сразу. А як це воно виглядає розплавлено на жирова тканина? Ну, в розпалительному процесу. Ви видели притч, скажімо так, красний? А вот теперь представьте той же притч, который розлагається просто. То есть, это очень опасная дружина. Я зрозумію вас, Сес, а що такої дручки дотримуються? Ми неправильно називаємо вот це. Для хірургов слово «целлюлит» – це хуже, ніж баку красна тряпка. Ну, ми згадаємо, оці бронхіти і все це означає запальні процеси. Тобто ціллюлит – це коли запалюється щось там жирові тканина. Нам час прощатися з Борисом Скачко, постійним нашим експертом і одним з найкращих діетологів України. Борисе, прощайся. Йду до Геннадія Шиманського, бо тут вже у нас намастили нашу модель. Валері, а ми біля сала суккувчимось. А ви там лишайтеся і їсти.